Добро пожаловать на канал Рубер USA. Третье видео в серии про турецкий пистолет Каник ТП-55СА. В данном случае это разборка и несколько вариантов разборки, чистки и так далее. Чистку я показывать не буду, хотя в принципе сейчас буду именно после тира его чистить. Пистолет это сингл-акшен по-английски, то есть здесь стрельба только после взвода или, соответственно, после выстрела предыдущего. Посмотрим на пистолет. Для начала проверяем, что он сейчас в безнапасном положении. Я специально взял еще один фонарик для того, чтобы показывать внутри детали, если что. Вот здесь можно посмотреть снизу. На затвор пока не разобранного пистолета. А также можно посмотреть шахту магазина. Сейчас посмотрим, как подсветить ее. Вот так вот. Ну что, давайте разберем пистолет и поговорим о том, что здесь необычно именно в этой модели. Как вы видите, здесь есть так называемый D-Cocker. То есть это устройство, которое снимает пистолет с боевого взвода. Что в принципе очень необычно на страйкерах. Потому что обычно на страйкере нет снятия с боевого взвода. Для чего это может быть нужно? Реальную причину я не знаю. Но вот одну вещь могу сказать, что это позволяет разбирать пистолет абсолютно... Или гораздо безопаснее, скажем. Нет понятия абсолютно безопасного оружия. Но это безопаснее. На обычных пистолетах требуется, на страйкерах, требуется нажать на спуск, чтобы снять затвор. На этом пистолете не требуется. Смотрим. Я сейчас попробую на видео это снять. Сняли. Сняли. Все. Пистолет разобран. В данном случае пистолет был разобран без нажатия на спусковой крючок. Что в принципе, если вдруг кто-то делает ошибку и там пуля, то никакого случайного выстрела не произойдет. Давайте посмотрим на детали этого пистолета. Я буду подсвечивать. Чтобы было лучше видно, может быть, даже принесу подвышивать. Соответственно, это рамка пистолета. Вот механизм. Пистолет сейчас буду чистить, как вы видите, после предыдущих стрельб. Можно чуть-чуть побольше почистить. Пистолет внутри, такое ощущение, что он немножко менее подогненный, чем более дорогие пистолеты. То есть, всякие плоскости, они немножко, скажем так, не особенно гладкие. То есть, они явно на этом деньги сэкономили. Ну и хорошо. Пистолет для данной ситуации именно такой. Посмотрим на затворную раму. Вот, это еще не разобранная, не до конца. Ну и что, давайте разберем до конца. Вот, именно полевая разборка. Пружинка здесь очень тугая, даже по сравнению с вольтером PPX. Ну и ствол. Вот, в данном случае, пистолет Konig 55 полностью разобранный. А теперь я буду ее чистить, соответственно. Сначала буду снимать нагар и так далее. А потом буду просто пользоваться маслом. Вариантов тут многих. Я, например, для некоторых вещей использую Black Free. Для некоторых вот сейчас народ будет смеяться, используя Hop. Причем здесь именно вариант уже на салфетках. А для некоторых я использую Ballistol. Всего, как говорится, для самых разных целей. В данном случае я собираюсь Break Free использовать. У меня он уже почти кончается. На этом данное видео закончено. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал! ПомогитеKirşkir4Ю sociais. В realised пока, до днях! Продолжение следует...